Приветствую, друзья, на библейском портале экзегет. Ответы на ваши вопросы. Правильно ли поступают молодые родители, давая маленьким детям в пост вместо молочной и мясной пищи соевые заменители? Ну, не только молодые родители, не только маленьким детям и взрослые. Взрослым предлагают в качестве утешения постного какие-то подделки, какие-то имитации мяса, которое на самом деле не мясо, молока, которое имеет не животное, а растительное происхождение. Насколько это запретно? Думаю, что не запретно, потому что тот, кто, например, решительно положил в сердце своем намерение в течение поста побороться со своим разнообразием вкусовых пристрастий, кто чувствует, что страдает не столько чревобесием, сколько гортанобесием, то есть всякой расположенностью к тонким вкусам, к ярким запахам от еды, к ее необычным ощущениям, тот, может быть, хорошо сделает, если выбором своим сделает простую пищу, картошку, щи, каши, и таким образом приведет свою некоторую распущенность чувств к более простому и здоровому состоянию. Не слишком большой разборчивости в этих тонких привкусах, к которым чувствует пристрастие. Для кого-то важнее ограничить свою трапезу в количественном измерении и не иметь на столе кастрюли, из которых все время подкладывать в себе добавку в случае положительного вкуса, а получать порцию и ей удовольствоваться. Это хорошая методика не дозволять себе излишеств договориться сразу с теми, откуда тебе приходит эта тарелка супа, что будет она единственная и, может быть, не детская, взрослая, но, тем не менее, без исполнения такого девиза некоторых любителей. Первого, что пья лучше, и второе, это второе и первое. А вот сколько съедено, столько и достаточно. Так и в отношении второго. Тут важна ведь мера. И если и какие-то вкусовые ощущения будут вам напоминать мясное или молочное, врашно, есть и заменители сыра, то это само по себе делает для нас пищу более желанной, не допускает, однако, в меру употребляемое до обременения чрева. Это уже хорошо, потому что чрево не обремененное, легко содействует молитве, во всяком случае, не вредит ей, в отличие от переполненного. Постной пищей тоже можно, как говорится, наесться до состояния полного нежелания чему-либо духовному себя понудить. Сытые брюхо к учению глухо, а уж к молитве тем более. Поэтому всякое излишество постом избегается. И иногда это в вкусовом разнообразии, иногда это в количественном составе. Так что хорошо рассудительно подходить к делу. И допуская себе в том числе и вкусно поесть постом, не будем увлекаться количеством этого вкусно съедаемого. Ну а препятствия в отношении мясного, молочного, иногда строгим постом и рыбного, это уже дело все-таки устава. Тут нам нечем гордиться, если мы ограничиваем себя в том, в чем ограничивает церковь всех своих чад, рекомендуя такого рода выбор за постным столом, поскольку все так делают. А мы еще то и дело отступаем от строгости святоотеческих правил, традиций, которые отражены в кормчей книге, в некоторых других уставных книгах церковных. Так что нету, кажется, решительного запрета на объем постной пищи или на ее разнообразие, в том числе напоминающие в каких-то соевых вариантах или тропических, молочные или мясные виды. Но пускай здесь действует благоразумие, поскольку пища имеет ведь и питательную сторону своего воздействия, и утешительную для души. Вкусно поесть и постной пищи приносит и желанное утешение чреву голодающему, и на душу приносит некоторую веселость, потому что хорошо воздержание от пищи, но если оно несет за собой какую-то глухую раздражительность, или самоцен, превозносящийся над прочими, то оказывается немного полезным такого рода воздержание. Не то, чтобы его надо и вовсе бросать, почувствовав в себе какие-то прегрешения, сопровождающие доброе делание постного воздержания, но в данном случае надо, может быть, и попустить себе, позволить себе некоторое утешение, то ли в виде вкусовом, то ли в виде количественном, но не допуская все-таки для души своей раздражительности, уныния, мрачности, которые иногда сопровождают некоторое делание не по разуму, неумеренность в посте и воздержании. Так что хорошо иметь по этому вопросу совет с доброжелательным и духовно опытным наставником своим, пастырем, священником приходским, которому, может быть, со стороны виднее, чтобы совесть ваша не обременялась, в чем порекомендовать вам некоторую свободу и достаточность, а в отношении каких видов утешений необязательных положить и запрет на благословенные дни поста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok